Мы обезличили меню. У нас сейчас нет молочных блюд в меню, у нас сейчас нет первых блюд в меню. Ни завтрак, ни обед. Горячее питание. И ключевое слово здесь – горячее. Мама двухшкольниц Наталья Рузакина, пришедшая на информационную встречу с руководителем комбината школьного питания, похвалила именно этот момент. Во времена вторых завтраков в 25-й гимназии, а это было еще в прошлом году, говорит, не все ее дочери были сыты. Это небо и земля, как говорится. Если у меня ребенок, допустим, молочку старше не ест, он приходил со школы, у меня ребенок был голодный. То есть он говорит, мама, я это не ела, потому что мне это не нравится, было холодное, было невкусное. Сейчас в школьном меню младшеклассников вместо молочных каш – котлеты рыбные и мясные, картофельное пюре, плов, творожно-рисовая запеканка. Последние блюда стали хитом среди детей. Их уплетают за обе щеки. Чего не скажешь о соленых и квашеных овощах. Впрочем, вопрос с ними уже решен. Приняли решение, все, убрали соленое. Хотя, понимаете, тут тоже нужно понимать, есть сезонность, есть овощи свежие, есть овощи соленые. На самом деле, тот же соленый огурец, он в соленых овощах, в квашеных овощах, там витаминов гораздо больше, между прочим, чем свежие. Кладезь витаминов и минералов, морскую капусту, к слову, из меню не уберут ни за что. А вот сосиски в тесте, скорее всего, ликвидируют. Министр образования Светлана Яковлева уверена, если главное в школьном питании – польза, то и начинку в таком случае следует заменить на фруктовую или творожную. Администрации школ сейчас принимают все пожелания по организации питания, а не только те, что касаются меню. Сегодня родители тоже высказывали пожелания, возможно, я рассчитываю это как замечание, что те 20 минут, которые выделяются на перемену для питания, ребенок не успевает. Поэтому руководство и администрация школы скорректируют возможность, возможно, это может быть отдельное качество ребенка, либо действительно что-то где-то не так организовано. Поэтому мы тоже внесем коррективы. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».